Эфир телеканала Актис продолжает программа «Местное время». В студии Мария Бачина. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. Незапланированная прогулка. В одном из детских садов начался пожар. Понадобилась экстренная эвакуация. Бороздя просторы Вселенной. 60 лет назад, во время первого полета человека в космос, Мегетская станция обеспечивала связь с кораблем. Все ради любви. Пенсионеры из Ангарска поставили прививку от ковид, чтобы не расставаться ни на минуту. Начнем с главного. В понедельник утром в детском саду Ангарска произошел пожар. В 10 часов там загорелись вещи в спальне на втором этаже. Воспитатели оперативно сумели вывести на улицу 154 ребенка. Временный приют они нашли в левом крыле помещения. Позже большую часть воспитанников дошкольного учреждения забрали родители. К месту вызова при полученном сигнале были направлены подразделения спецчасти спецуправления номер 12 в составе одного отделения на автоцистерне в составе 4 человек. И также два отделения пожарно-спасательной части номер 10 в составе 12 человек. Также были привлечены подразделения в целом по второму рангу пожара. Пожар был обнаружен на втором этаже в одном из секций детского сада в спальном помещении. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Как утверждают специалисты, во время ЧП пострадавших ни среди детей, ни среди взрослых нет. Установлением причины пожара занимается иркутская лаборатория. К расследованию подключился и следственный комитет. Первый полет человека в космос состоялся ровно 60 лет назад. В тот день имя советского летчика Юрия Гагарина прогремело на весь мир. При этом триумф Советского Союза в освоении космических пространств был бы невозможен без многолетней работы по созданию научно-технической базы. Причем следы этой работы мы можем видеть и по сей день. Тему продолжит Александр Бычков. Это поселок Мигет, так называемая отдаленная территория Ангарского округа. Проживает здесь около 9 тысяч человек. Каждое утро многие из них отправляются на работу в Ангарск или областной центр. Найти себе применение по месту жительства непросто, особенно для специалиста высокого класса. Впрочем, так было не всегда. В советские годы в Мигет ехали выпускники лучших инженерных вузов и техникумов. Работать на радиостанции номер один. Именно от нее начал развиваться и расти поселок. Первоначально, конечно, станция была в Мигет, но только когда появился объект радиостанции, стала развиваться инфраструктура поселка, то есть жилые застройки. У радиостанции был свой клуб, свой детский сад, то есть она полностью себя обеспечивала. Юлия Славнова выросла в Мигете. Сейчас планирует организовать здесь небольшой краеведческий музей, чтобы рассказать потомкам об истории поселка. Работа исключительно полезная, ведь немногие знают, что в свое время именно Мигетская радиостанция обеспечивала связь с землей в момент полета Юрия Гагарина. Позади меня находится главное управление радиостанции номер один. В свое время здесь трудилось около сотни высококлассных инженеров. В 90-е начались сокращения. Из большого коллектива осталось примерно 10-15 человек. Сейчас здание пустует, заброшено. Фасад исписан непристойными надписями. Попробуем войти внутрь. О тех временах здесь уже практически ничего не напоминает. Здание завалено мусором. Свалку отходов и пейзажа, напоминающие фильмы в духе постапокалипсиса, можно увидеть и по периметру самой радиостанции. К слову, территория находится под охраной. Сотрудники ЧОПа следят за сохранностью вышки сотовой связи. Ее установили в начале нулевых. В остальном же оптимизация не пощадила ничего и никого. И ничего не сделаешь. Сокращали сначала те, кого можно было сократить. Потом сокращали те, которые как бы меньше нужны были предприятию. А это зависело от страны в целом. И раз у нас было государственное предприятие, то вот так и воспринимали. Ну, кто-то плакал, кто-то не плакал. Сама территория антенны постепенно начали ронять. Что-то работало, что-то не работало. То, что поближе к техзданию, то работало. За ними как-то еще смотрели. А то, что подальше, то все поронялось. И это, в общем, вот такие дела. Мы не можем знать наверняка, был ли у радиостанции шанс оставаться одним из технологических центров или, возможно, начать приносить прибыль своим новым владельцам. В системе рыночных отношений право на существование имеет лишь принцип заработать, и желательно по-быстрому. А тем, кто не успел вовремя стащить моток медного провода, не остается ничего, кроме возможности гордиться подвигами ушедшей эпохи. Иркутская область вошла в топ пяти регионов, в которых рождаются космонавты. При Байкалье делит третье место вместе с Петербургом и Самарой. В разные годы на берегу Байкала родились Дмитрий Кондратьев, Борис Волынов, Александр Полищук и Анатолий Иванишин. К слову, больше всего покорителей космоса живет в Москве. В Белокаменной родились 15 будущих астронавтов. В России есть множество городов, где можно почувствовать дух космоса на Земле. Подмосковный Королев считается космической столицей страны, колыбелью отечественной космонавтики. В списке есть Калуга, Самара, Саратов, Ангарск, к слову, не исключение. Он далек от Байконура и звездного городка, однако по праву может называться космическим. И не только из-за улиц, которые носят имена покорителей галактики. Ангарск внес существенный вклад в развитие космической промышленности. Есть даже мнение, что Гагарин полетел в космос именно на ангарском горючем. Однако официальное производство на комбинате началось значительно позже. К слову, производить горючее продолжают и по сей день. В 1969 году было получено ракетное топливо. Можно сравнить объемы, безусловно, но эта цифра была строго засекречена. Но сейчас, спустя десятки лет, мы можем вспомнить эту цифру. Это около 20 тысяч тонн ракетного топлива в год. В настоящее время мы получаем такое же топливо, но объемы значительно меньше. Четырехметровый покоритель космоса также обязан своим появлением ракетному топливу. Два года назад спутник, так его прозвали в народе, вернулся на свое историческое место. Он воссоздан по архивным фотографиям и видеоматериалам. В местных музеях также хранятся ценные артефакты, посвященные путешествиям человека за пределы Земли. Например, хранители времени открыли выставку ко дню космонавтики. В экспозиции представлены уникальные часы, которые ранее служили на борту корабля. Их в дар музею преподнес космонавт Георгий Михайлович Гречко. Ему очень понравилась экспозиция музея часов. Он пообещал Павлу Васильевичу Курдюкову, основателю нашего музея, подарить часы, связанные с космосом. И через некоторое время в музей пришла посылка, где лежали часы, которые когда-то стояли на космической станции «Салют-6». Наручные часы нам передал не лично космонавт, а человек его знавший. Но это часы, которые носил космонавт номер 17 Георгий Шонин. А в Музее Победы в День космонавтики появился новый экспонат. Это тематический выпуск газеты «Правда», датированный 13 апреля 1961 года. Видно, что она, видимо, долгое время лежала в сложном состоянии. Одна четвертая полосы уже пожелтела. Полностью газета посвящена именно этому уникальному в мировом масштабе событию – полету Гагарина. И вот теперь она займет достойное место у нас в музее. Получается шесть полос и все о полете. К слову, фамилии космонавтов живут в названиях улиц, проспектов и проездов. В стране насчитывается больше 15 тысяч космических топонимов. И большая их часть связана с именем Юрия Гагарина. Елена Шелик, Олег Левченко. Местное время. Роспотребнадзор начал внеплановую проверку Усольского свинокомплекса в связи с загрязнением реки Мальтинки. Ранее жители Усолья и Сибирского жаловались на неприятный запах и привкус в питьевой воде. Специалисты намерены определить возможное негативное воздействие и причинение вреда реке Белая, а также почвам с загрязненными металлами водами с полей сельскохозяйственного предприятия. На сайте ведомства сообщается, что в устье реки Белая установлено наличие пены – мутной воды с резким специфическим запахом. Вступили в силу новые правила оформления социальных контрактов. Это одна из мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Например, потеря кормильца, длительное лечение, утрата или сильное повреждение жилья после ЧАЭС. Согласно новому постановлению, изменился порядок оформления и суммы выплат. Какие направления могут быть для заключения социального контракта? Это у нас поиск работы, это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, либо как самозанятого. Третье направление – это организация личного подсобного хозяйства. И четвертое направление – это иные мероприятия, которые будут направлены на выход из трудной жизненной ситуации. Одним из условий заключения соцконтракта является доход, который не должен превышать прожиточный минимум. Выплаты варьируются от 100 до 250 тысяч рублей. При обращении необходимы документы, удостоверяющие личность и подтверждающие трудную жизненную ситуацию, а также справка о доходах. В прошлом году социальный контракт оформили более 50 ангарских семей. В Ангарске прошел уже седьмой по счету форум приемных родителей. Из-за ограничительных мер в этом году в мероприятии не участвовали дети. А вот выбранная тема касалась их самостоятельной жизни после совершеннолетия. Репортаж Марии Константиновой. Светлану Горностаеву в Ангарске многие знают. Она заведующая детским садом «12», родничок. Вот только сегодня на форуме приемных родителей она открыла свою тайну. Уже пять лет вместе с мужем и старшей Полиной воспитывают приемного Максима. За это время столкнулись с ворохом социальных, юридических, да и психологических проблем. Сильная семья ради совместной мечты смогла преодолеть все трудности. Увидели в газете ребенка. Но этого ребенка нам не удалось с мужем взять. А в этот день начиналась школа приемных родителей. И специалисты отдела опеки и попечительства сказали, ну раз вы сюда пришли, значит уже это ваша судьба. И поэтому пошли сразу же на следующий день в школу приемных родителей. Сказали, а надо говорить, б. Это седьмой форум приемных родителей. В четвертый раз его проводят именно в Ангарске. Формат не меняется. Это открытые тренинги, беседы и лекции. Вот только тема в этом году заявлена очень актуальная. Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни. Как показывает практика, на сегодняшний день у нас дети, которые в семьях воспитываются, по достижении 18 лет не всегда готовы выйти в самостоятельную жизнь и жить отдельно от своих родителей. Если в учреждениях для детей существуют программы подготовки к самостоятельной жизни, профориентационные мероприятия проводятся, то в семьях, как правило, не всегда дети готовы к выходу из семьи. Уникальность этого форума в том, что сами опекуны и приемные родители смогут в неформальной обстановке поговорить на любые злободневные темы, задать экспертам интересующий вопрос. Так в этом году решено на территории округа создать клубы для подростков из замещающих семей, где также их будут готовить к самостоятельной жизни. К слову, в этом году форум объединил более 50 семей. Мария Константинова, Олег Левченко. Весное время. В Ангарске состоялся торжественный митинг в честь Дня образования войск противовоздушной обороны. Участие в нем приняли солдаты и офицеры части, которые обеспечивают безопасность в небе и на земле. Праздник был учрежден после реформы вооруженных сил России. Военнослужащих с профессиональным праздником поздравили представители окружной думы и ветеранских организаций. Учащиеся военно-патриотической школы продемонстрировали показательные выступления. В конце мероприятия нескольким военнослужащим были присвоены очередные звания. 10 апреля в 18 городах страны прошел всероссийский тотальный диктант по английскому языку. В Ангарске площадкой проведения акции стала школа номер 27. Проверить знания лексики и грамматики английского отважились 50 человек. Это старшеклассники 27 и 10 школ, а также 8 гимназии и 2 лицея. Победителю достанется двухнедельный курс обучения в школе Международного центра. Итоги подведут 15 апреля. Чего не сделаешь ради любви. Ангарчане Анатолий Чесноков и Нина Толкачева поставили прививку от COVID-19. И все ради того, чтобы ходить на танцы и качаться на качелях. 12 апреля Нине Федоровне исполняется 89 лет. Ее избранник года моложе. О том, как познакомились влюбленные, расскажет Мария Евстратова. Анатолий Чесноков и Нина Толкачева вместе уже 2,5 года. Познакомились в парке на танцах и с тех пор практически неразлучны. Вот эта бабушка сидит, с которой разговаривала. Ну-ка, пойдем танцовать. Потанцовала. Ольга, мне хватит. Отведи меня на место. Я отвел. Идем она. Вот эту женщину пригласи. Вот они показывают. Вот мы так и начали. И с тех пор, вот уже 2,5 года, считай, крутимся. Анатолию Ивановичу 87. Его возлюбленной сегодня исполнилось 89. Видятся каждый день, а то и по нескольку раз. По телефону общаются редко. Гуляют в парке, танцуют, качаются на качелях. У меня психимик, парк. Там качели есть. Вот на этой качели ходим качаться. Немножко стыдно. Скажут, вот что, куда? Еще на качели. Он готов перевернуться. Вообще живчик. Но жалуются уже. Хандри. Тяжелее всего было во времена пандемии. У Нины Федоровны 3 дочери, 7 внуков и 14 правнуков. О ней есть кому заботиться. Купить лекарства и продукты. Но сидеть в заперти активные и энергичные пенсионеры не в силах. Чтобы не разлучиться надолго, влюбленные поставили прививку от COVID-19. О том, что у нее появился парень своим родным, Нина Федоровна рассказала примерно два года назад. Изменения в личной жизни любимой бабушки и мамы восприняли с восторгом. Теперь Анатолий Иванович называется наш парень. Я говорю, твой парень как? Вот. Когда он появился, даже моя свекровь, она заметила, что бабушка, она ожила, конечно. После прививки пенсионеры чувствуют себя бодро. Уже на этой неделе их ждет повторная вакцинация. И сразу после этого они отправятся танцевать и качаться на их любимой качели. Мария Евстратова, Олег Левченко, Местное время. Какие проекты ждут зрителей Актиса в ближайшее время? Об этом в прямом эфире на радио Energy. Слушателям рассказали сотрудники телекомпании, пиар-менеджер Елена Жерлова и шеф-редактор Ирина Шавлюк. На днях они посетили студию Капучино Шоу. За 28 лет работы Актис создал сотни проектов и программ. Но в каждом новом сезоне старается порадовать зрителей чем-нибудь новым. Недавно завершились конкурсы «Телемама» и «Пять свиданий». Сейчас редакция работает над проектом к 70-летию города «Визитная карточка. Ангарск». Мир ограничивается своим домом, своей семьей, своей работой. Здесь есть возможность посмотреть, как живут другие. С чего-то рядом с собой. Да, да. То есть расширяем кругозор, показываем достижения, рассказываем о людях, которые много делают для города, своим ежедневным трудом и, возможно, сами даже не ощущают, не осознают значимости. Кроме того, к юбилею города начался еще один проект «Наши». В нем журналисты будут рассказывать о людях, которые своей ежедневной деятельностью вносят ценный вклад в жизнь города. Ирина Шавлюк выразила надежду, что этим летом полюбившийся садоводам конкурс «Удачный сезон» состоится. В прошлом году он был отменен из-за пандемии. Также впереди подготовка проекта «Профессия доктор» и его приурочат ко дню медицинского работника. Следите за эфиром и узнаете обо всем первыми. В 21.30 на нашем канале смотрите художественный фильм, в основу которого вошли биографические факты советского ученого, отца-основателя практической космонавтики Королев. Это были все новости на сегодня. Напоминаю, «Квартина дня» доступна и на нашем сайте. Его адрес – actistv.ru и на нашей странице в Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи на телеканале «Актис».